36 административных протоколов – это результат недельной работы мобильных групп по контролю в сфере торговли. Глава муниципалитета Юрий Поляков поручил усилить контроль в Витязево, Суко и Станице-Благовещенской. Решения, которые принимают муниципальные власти, должны беспрекословно выполняться. У всех предпринимателей должны быть договоры на вывоз мусора, близится разгар сезона. Еще одно поручение главы сотрудникам профильных управлений – больше времени проводить за сбором информации о нарушениях. Занимайтесь этими вопросами ежедневно. Работа должна быть системная у вас. Приехал откуда-то там, неизвестно откуда, поставил и торгует, но ему все равно. Налоги, платежи, город, мусор – его ничего не интересует. С этим надо бороться. И каждый день отчет, каждый, где был в 9, 10, в 11, что видел фотографии в 9, 10, а в 11, собрались у Валмышева, рассмотрели управление все, где нужно, в первую очередь, убрать. Поехали, убрали все. Вместе с тем, на особом контроле главы работы по социальным объектам, по словам исполняющей обязанности заместителя главы Екатерины Боровской, уже в середине июля текущего года определится подрядчик на возведение пристроек школы номер 6 на 400 мест. Также идет подготовка к строительству спорткомплекса при школе номер 21. На финальной стадии работы в детском саду «Лазурный» продолжается строительство детского сада «Орленок». С понедельника заходит в детский сад номер 35, это Юровка, подрядчики для того, чтобы делать фасад этого дошкольного учреждения по поручению депутата Государственной думы Ивана Ивановича Гимченко. Также будут информацию Юрия Фудоровича вам предоставлять. Также глава поручил соблюдать график ремонта здания на Парковой, где будет находиться Анапский военкомат. По словам заместителя главы Валерия Королева, сейчас там идут работы по демонтажу конструкций, которые пришли в негодность. Ежедневно вывозится порядка 30 кубометров строительного мусора. По конструкторской части мы уже все обсудили, нам надо воплощать это все в жизнь, нам надо максимально стремиться к тому, чтобы быстрее до осени поставить крышу, то есть обезопасить его от тех осадков, которые есть. Форекс, который мы определили, в настоящее время выдерживается, и задача выполнена в плане. На этой неделе главным событием станет праздник «Алые паруса», он состоится уже завтра. Сегодня 40 анапских выпускников вернулись из Краснодара, где проходил губернаторский бал. Глава муниципалитета поблагодарил за работу всех, кто занимался подготовкой делегации и самого выезда. Теперь уже дома необходимо будет обеспечить как досуг, так и безопасность. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.